Почтим светлую память всех, кто ковал победу в Великой Отечественной войне. Теперь у жителей Везём будет своё место памяти. Сквер Победы торжественно открыли вместе с представителями администрации, работниками музея и депутатами-единоросами. Место для сквера выбрано особенное. Здесь когда-то на этом месте стоял дом Карла Ивановича Лепеня, управляющего усадьбой князей Голицына. Он прибалт по национальности был, латыш, и очень достойный человек. И благодаря ему были проводились ремонтные работы в самой усадьбе. Его очень уважалось всего селения. Потом в здании была школа, госпиталь, а после пожара долгие годы место было в запустении. Теперь среди вековых лиственниц и молодых деревьев раскинулся в живописный уголок, где есть всё для отдыха и прогулок. Это и лавочки, и информационные стенды, где можно прочитать и об этом месте вообще, что здесь сделано, почему здесь это сделано. Здесь есть детская площадка, здесь есть благоустроенный пруд. Пруд вырыли ещё при князьях Голицыных в середине 19 века. Летом родники наполняют его водой. А четыре аллеи сквера посвятили именам героев Советского Союза, живших в везёмах. О Григорьеве хочется сказать несколько слов. Это герой, который погиб в 1944 году. Он попал в окружение, и он был смертельно ранен. И своей грудью он заслонил вражеский зод и спас жизнь очень многим своим товарищам. Эти люди действительно достойны памяти. И таких героев, выходцев из везём, было 30 человек. В память о великих подвигах этих людей установили монумент. Теперь почтить их память, возложить цветы, прогуляться по скверу и прикоснуться к истории смогут все жители и гости округа. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова